Сочи продолжается поиски мальчиков, которых смыло в море водолазы обследовали устье реки Псизуапсе. Вопрос строительства частного дома в Сочи теперь нужно выносить на публичные слушания. Изменения приняты на сессии городского собрания. В Сочи приехали полторы тысячи спортсменов, стартовали чемпионат и первенство России под Хэквондо ИТФ. В Сочи продолжаются поиски двух мальчиков, которых смыло в море. Напомню, вечером 25 февраля двое 14-летних подростков переходили вброд устье реки Псизуапсе в районе пляжа Багратион, поселка Лазаревское. Оступились и упали. Течением реки их вынесло в море. Поисковые работы продолжались всю ночь по береговой линии. В 7 часов для поиска выехал вертолёт МЧС России со спасателями ЮРПСО МЧС России на борту. Всего к поисковым работам от единой государственной системы привлекается более 260 человек от МЧС России, службы спасения, сотрудников полиции, представителей казачества и добровольцы. Ситуация находится на особом контроле главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. С раннего утра на поиски снова вылетел вертолёт. Его работу приостановили к 10 часам. В акватории моря продолжает курсировать судно госинспекции по маломерным судам. Вдоль береговой полосы обследование начали водолазы. 6 групп, 4 от МЧС и 2 от Кубань-Спас. Они осмотрели устье реки Псизуапсе. В нём есть углубление до 5 метров. Видимость составляла не более 50-70 сантиметров. Проведение спусков в акватории моря пока невозможно из-за шторма и нулевой видимости. На берегу развернут оперативный штаб. В поисках активно помогают и местные жители. К другим новостям. Крупнейшие строительные компании, лучшие архитекторы и десятки производителей мебели, интерьеров, отделочных материалов. В Краснодаре открылась главная строительная выставка региона «Юг-Билд». На неё зарегистрировались больше 10 тысяч посетителей. Познакомиться с достижениями строительной отрасли приехал губернатор края. Чем удивились специалисты в этом году, как урбанисты предлагают изменить столицу Краснодара и из чего готовы делать плитку в Мостовском районе, узнаем из следующего материала. Первые шаги по новой плитке малыши и взрослые делают с удовольствием. Здесь смоделирован кусочек идеального города, в котором есть место для детских площадок, а зелёные скверы и парки радуют глаз. Горожане подтверждают, в таком городе они бы жили с радостью. Если это возможно, то да, я хочу, чтобы такая плитка была у нас в городе. С комфортной городской средой, архитектурными проектами, домами будущего, композитными материалами и даже солнечными батареями посетители выставки знакомят больше 250 производителей не только из России, но и Турции, Германии, Польши. «Юг-Билд» – это выставка с историей. В этом году ей 30 лет. О том, как поменялась за эти годы экспозиция и вся строительная отрасль на открытии площадки, говорит губернатор края. Выставка «Юг-Билд» – она стала же часть истории нашего края, одной из визитных карточек нашего региона. Задумайтесь, выставке 30 лет. Отличная черта «Юг-Билда-2020» в современнейшем новом подходе, который в целом сегодня реализуется в нашем крае. Можно и нужно много строить. Но можно и нужно строить надежно, качественно, удобно. Вот такое сегодня жилье востребовано жителями нашего края. Конечно, только такое жилье сделает экономику строительному сектору. Сразу после официальной части глава региона отправился в исторический центр краевой столицы. Точнее, к макетам с предложениями, как его изменить. Новые проекты предлагают чуть ли не каждый год, но, как правило, все сводится к кардинальной перестройке и увеличению этажности. Позиция губернатора однозначная. Сложившийся архитектурный облик нужно сохранить. Мы обсуждали, что проект в центре должен быть обязательно связан с проектом на новых территориях, когда экономика может срастись. Там высотные дома, здесь малые дома. Абсолютно сбалансировано. То есть там строят пусть до небес, с района, но с парковками, зелеными зонами, со школами, детскими садами. А здесь выдерживают комфорт, потому что это наш исторический центр. И на историческом центре зарабатывать никто не будет. И неправильно зарабатывать на сельском центре. Это для горожан. То место, к которому они привыкли, к которому они выросли, где комфортно находиться, потому что на самом деле не такие широкие улицы и не такие высокие дома. Вот это принципиально отличает наш исторический центр, может быть, от других аналогичных городов. Мы должны это сохранить. Все. Не широкие улицы и не высокие дома. Иначе, если мы нарушим этот баланс и сделаем высокие дома, а улицы останутся прежними, они останутся прежними. Еще раз подчеркиваю, мы как мыши в лабиринте будем находиться. Абсолютно. Интересно, что с каждым годом растет не только общее количество участников, но и число кубанских производителей. В этом году фирмы с Краснодарского края – шестая часть. И местные фабрики уж точно не уступают европейскому уровню. Конкурентоспособность региональных деревообработчиков губернатор отмечает у стенда Абинского завода. Здесь сделали уверенный шаг от классики к модерну и не ошиблись. Продукции абсолютно много. Модерн, современный стиль для нас – это не новость. Хотя раньше мы любили классику и нас всегда знали как классическую компанию, которая кроме классики ничего не делает. Конкурентоспособность, она в первую очередь обустроена гибкостью предложений и быстрого реагирования на спрос рынка. Вы это делаете очень профессионально. Возвращение к этому и достигаете сегодня тех результатов, которые у вас есть. Кроме традиционной продукции – мебели, арматуры, отделочных и интерьерных материалов, инженерного оборудования – на выставке можно встретить и инновации. Например, солнечные батареи, которые позволят сэкономить на электричестве и топливе. Да и экологии не повредят. С заботой об экологии придумал свой бизнес и предприниматель из Мостовского района. Он реализовал идею превращения вредного использованного пластика в экологичную плитку. Губернатор заинтересовался идеей и дал поручение своим заместителям поддержать производителя. В сырье у него недостатка точно не будет. Вы принимаете пластик, бутылки и все, что бывшее потребление. Абсолютно. И из этого, что, в принципе, тысячелетия даже перегнивать, то есть вы делаете плинок. И продукт получается очень качественный, он не боится, он морозостойкий, не впитывает влагу. То есть мы можем даже гарантию до 10 лет давать на эту продукцию. Если мы берем пластик, превращаем его в такую же плитку, по качеству не хуже, то по большому счету это для нас очень серьезный выход для 6,5 миллиона Кубани и 17 миллионов туристов, которые после себя столько пластика оставляют. А если мы сможем перерабатывать в эту, то почему бы это не делать, коллеги? Возьмите и доложите мне только по результатам. Доложите мне. Доложите. Удачи, коллеги. Спасибо. Чтобы местных производителей заказчики смогли увидеть не только на выставке, в региональном департаменте промышленности создали каталог. В нем собрали все фабрики строительных материалов Краснодарского края. В справочнике есть все, чтобы национальный проект «Комфортная городская среда» исполнить силами региональных производителей. Благоустроить дворы, реконструировать скверы, модернизировать детские площадки. В рамках вашего поручения мы разработали каталог производителей нашей кубанской промышленной продукции для реализации проекта «Комфортная городская среда». И сегодня этот каталог рекомендован всем муниципальным образованием для использования при подготовке проектов в рамках реализации национальных проектов. Очень важно, коллеги, еще раз подчеркиваю, все, что производят наши производители, в том числе строительные напитки, кирпич, все, что мы видели, оно должно быть в нашем каталоге того, что производится из строительных материалов в Краснодарском крае. И максимально предлагать это нашему строительному комплексу, нашим застройщикам. Это принципиально важно. Мы должны сбалансировать интересы наших производителей строительных материалов с нашим строительным комплексом, сбалансировать интересы. Мы сегодня производим, я сказал бы, не то, что не хуже, лучше. Найти своего покупателя и заявить о себе – главная цель для участников. Выставка – это не соревнование, а здоровая конкуренция. Секрет привлечения покупателя у каждого свой. Кто-то берет инновациями, кто-то завлекает низкими ценами. Но в чем участники экспозиции не уступают друг другу, так это в возможности удовлетворить любой спрос. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». В рамках выставки отдельно говорили и о реализации национального проекта «Жилье и городская среда». О том, как поставленные задачи уже воплощают в жизнь в Краснодарском крае, рассказал губернатор. Вениамин Кондратьев поделился опытом на конференции с главными архитекторами других регионов. Только в текущем году на Куване начнут возводить как минимум 10 школ. Одной из основ градостроительной политики должна стать комплексная планировка территорий с предусмотренными социальными объектами. И архитекторам, как подчеркнул губернатор, здесь отводятся ведущие роли. Договорились о комплексной застройке при таких-то, таких-то условиях. Значит, мы должны это соблюдать. Мы должны это соблюдать. И не прогнуться ни при каких условиях, даже при давлении. Потому что мы ничего здесь не хотим. Мы хотим просто на самом деле комфортную городскую среду. Вот чего я хочу. Я уверен, что и вы этого хотите. От архитекторов многое зависит. Коллеги, многое, как бы не все. Вот позиция зависит от архитекторов. И отступите ли вы от позиции, либо не отступите. Отсюда зависит уже и на самом деле качество жизни. И зависит то, что мы оставим после себя, как я сказал. Что мы настроим, либо налепим. И уже в этом городе, в этой станице жить уже нашим детям, внукам и последующим поколениям. Потому что, ну, особо уже ничего не изменишь. Им уж точно ничего не изменишь, когда понастроим. Еще одной важной составляющей нацпроекта является создание комфортной городской среды. За последние 4 года в Крае на благоустройство направили больше 7 миллиардов рублей. В порядок привели 700 дворовых и общественных территорий. 12 миллиардов рублей на новые школы, дороги и коммунальную инфраструктуру депутаты законодательного собрания Края проголосовали за увеличение расходной части бюджета. Инициативу о выделении дополнительных денег на рассмотрение в парламент внес губернатор региона. Венемин Кондратьев отметил, что 4,5 миллиарда рублей направят на строительство социальных и коммунальных объектов, что поможет решить застарелые проблемы. Увеличится еще одна статья расходов. Объем Краевого дорожного фонда вырастет более чем на 5 миллиардов рублей и составит почти 38 миллиардов. Благодаря этому серьезные обновления получат муниципальные дороги. Дополнительное финансирование направят именно на капитальную реконструкцию, а не на ямочный ремонт. Вопрос строительства частного дома в Сочи теперь нужно будет выносить на публичные слушания. Коснется это строение площадью более 500 квадратных метров. Изменения в правила землепользования и застройки сегодня были приняты депутатами на сессии городского собрания. Депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки. Теперь нормы строительства на участках под ИЖС и в любых других зонах, где разрешено жилищное строительство, ужесточены. Не больше полутысячи квадратов и не выше 15 метров. На участки, те, которые от целевого назначения G3, G6, для того, чтобы получить разрешение на строительство, надо пройти, будет обязательно публичное слушание. Максимальный объем строительства, который там написано, 500 квадратных метров. Если вы хотите построить более 500 квадратных метров индивидуальный жилой дом, будете входить на получение разрешения на изменение параметров строительства. Представить проектную документацию, там другие документы. То есть получить разрешение. Второе важное решение депутатов – внесение изменений в бюджет города на этот год. Поправки касаются расходной части. Она увеличится на 420 миллионов рублей. Дополнительные деньги заложены на решение актуальных вопросов в сферах культуры и образования. В том числе на строительство в следующем году 4 школ и 4 детских садов. 50 миллионов город потратит на перевод котельных в сельских школах и клубах на газовое топливо. В Сочи еще остались учреждения, которые отапливаются углем и дровами. Это очень важное решение для того, чтобы наши дети были в комфорте. Поэтому эту программу мы поддержали сегодня на сессии. Это средства этого года. И не только на проектно-смертную документацию, но и на установку. Потому что это запланирована установка модулей теплогенераторов. И там, где есть газ, сетевой газ, они будут на сетевом газе работать. Там, где нет сетевого газа, там будут газгольдеры, то есть жидкий газ. То есть это модульные котельные, которые очень быстро устанавливаются. Около 13 учреждений будут переведены на газовое топливо. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 27 февраля 1945-го войска 2-го Белорусского фронта сломили сопротивление противника около города Хойнице. Из-за четыре дня наступательных боев продвинулись вперед на 70 километров. Немцы располагались здесь выгодными, заранее подготовленными позициями. Леса, реки и озера затрудняли наступление. Нашим войскам приходилось продумывать обходные маневры. Таким образом был взят город Шлохау на берегу озера. Это был важный узел железных и шоссейных дорог. Продолжатся бои и под Бреслау. Прикрываясь долговременными железобетонными сооружениями, противник упорно сопротивлялся. Чтобы помочь своим окруженным войскам, гитлеровцы пытались доставлять им грузы по воздуху. В небе разгорелись ожесточенные бои. Нашими летчиками сбиты 35 вражеских самолетов, а на аэродромах еще 20. Летчики и штурмовики, действующие на автостраде Бреслау-Берлин, наносят сокрушительные удары по врагу. К мирной жизни возвращается Львов. Из руин поднято более 200 промышленных предприятий. Они начали выпускать необходимую в стране и фронту продукцию. Львов находился в оккупации 3 года и был освобожден 27 июля 1944. Телекомпания ФКТ продолжает серию репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в городе Сочи. Сегодня мы вас познакомим с Галиной Павловной Стефанюк, бывшей ленинградкой, которая в блокаду была бойцом противовоздушной обороны. И, кстати, в это же время вышла замуж. Сегодня Галине Стефанюк без малого 98 лет. А защитницей Родины она стала в 19. В мирное время в родном Ленинграде Галина Павловна работала в больнице рентген-лаборантом. С началом войны стала бойцом противовоздушной обороны. Моя работа была на крыше ловить эти зажигательные бомбы, сбрасывать их, чтобы не было пожаров. Когда ты стоишь на крыше, то смотришь вокруг и думаешь, боже мой, сколько фашистов! Сразу же они разбомбили, что вы думаете? Склады продуктов, продукты, все. Момбили так, что все текло. Потом зимой люди в голоде собирали все, выкапывали землю, чтобы что-то там ухватить. Может, что-то там, какой-то огрызок где-то можно было найти. И что мы покупали? Столярный клей. Отваривали его и ели как холодец. Начались обстрелы. Мало того, что бомбы. Обстрелы. Это было ужасно, это было страшно, невозможно было. И тем не менее, жизнь продолжалась. В разгар войны и блокады Галина Павловна начала переписку со своим будущим мужем. Командиром роты, снайпером Алексеем Стефанюком. Кстати, позже он стал героем Советского Союза. Заочное знакомство переросло в любовь. Взяв командировку на фронте, Стефанюк приехал в город на Неве. Дело закончилось свадьбой. Это на свадьбу было. Вот кусок хлеба, булка, кажется, бутылка водки. И он приехал с товарищем. А соседка, мамина соседка, у нее где-то картошина там завалялась. Она там ее, эту картошину нашла, сварили и картошину эту принесла. Другая моя подружка, она на фабрике кондитерской работала, жменю конфет принесла. Вот и вся свадьба. Ну а после снова на крыши, которые подвергались массированным бомбардировкам. За оборону Ленинграда, за освобождение Ленинграда и за снятие блокады. Эти медали Галина Павловна считает самыми дорогими. Кстати, она с детства любила петь и даже занималась в ансамбле песни и пляски, руководил которым Исаак Дунаевский. Но на 872 дня сделала перерыв. За всю блокаду не спела ни разу. И тем не менее, пережитые испытания не лишили ее таланта. В свои 98 ветеран радует своим голосом гостей Дома культуры Айлита. Но выступает она не одна. В санатории «Красный штурм», куда ее пригласили в послевоенные годы рентген-лаборантом, у нее сложился творческий союз с Георгием Павловичем Гордиенко. Участник Великой Отечественной там работал руководителем художественной самодеятельности. В итоге спелись. Их дуэту уже полвека. И вообще, песня продлевает жизнь, утверждают ветераны. Старый солдатский вальс, память в сердцах живи. Жаль, остается все меньше нас, верных подруг фронтовых. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все меньше нас. Социальный Сочи объединил специалистов соцслужб, врачей и артистов цирка. Так назвали новую акцию, которая мэрия организовала для взрослых и детей. Сегодня гостей встречали в селе Горное Лао. Все подробности у Татьяны Говорковой. Мероприятия в этом Доме культуры проводятся с 1974 года. Приезжают творческие коллективы, проводятся встречи, отмечают здесь и праздники. Теперь жители села сюда будут ходить чаще, чтобы решать свои социальные вопросы. Сегодня в Доме культуры прием вели специалисты соцзащиты, пенсионного фонда, а также сотрудники отдела социального развития районной администрации. Очень удобно решать наши проблемы прямо на месте. Когда приехали, вот сегодня решается, видите, социальная служба, социальный пенсионный фонд. И все это решается своевременно. Сегодня это все положено и нужно для нашего села. Мы отдаленно, очень далеко живем. И вот это мы часто обращаемся, чтобы к нам приезжали все виды службы. Я считаю, что это очень даже необходимо, и если это будет намного чаще делаться, даже несколько раз в месяц, это очень удобно для населения. Для не только пенсионеров, но и вообще молодых, учитывая, что у всех много деток, здесь тоже у мам, поэтому выбраться очень тяжело в другой Лазаревский район, там или в Сочи, Дагамас. А тут все рядышком, под боком. В Дом культуры пришли не только взрослые, но и дети. Специально для них артисты сочинского цирка подготовили небольшую программу. Некоторым ребятам даже посчастливилось попробовать себя в роли дрессировщика королевского пуделя. Не все люди в отдаленных районах города могут себе позволить в любой момент приехать в центральную часть города для того, чтобы посмотреть цирк. Для этого мы можем привести маленькую, маленькую, маленькую программу для того, чтобы порадовать детей, стариков, взрослых. Цирк любят все, вне зависимости от возраста. Пока детишки развлекались, взрослые помимо социальных вопросов могли решить и медицинские. Проконсультироваться в местном медпункте у специалистов узкого профиля 4-й поликлиники, онколога и невролога. Или же сделать оздоровительную гимнастику, организованную Красным Крестом. Цель и задача Красного Креста полностью совпадают с этим проектом. И мы, честно говоря, очень рады, что такой проект в Сочи у нас начал жить, поскольку уставная деятельность Красного Креста как раз и подразумевает оказание социальной помощи. Все эти мероприятия удалось реализовать благодаря появлению новой акции «Социальный Сочи». Мы решили предложить нашему населению такой вариант, чтобы это было все вместе, одномоментно, удобно. Мы надеемся, что данный проект найдет отклик у нашего населения. Конечно, рады будем услышать замечания, какие-то пожелания от нашего населения, что-то добавить, где-то, может, какие-то у нас будут недоработки. Мы открыты к диалогу. Планируется, что акция будет проходить в селах не реже двух раз в месяц. Информацию о времени и месте проведения мероприятий жители смогут получить через средства массовой информации, а также через главпоселений и советы ТОС. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В этом году в Сочи высадят более 20 тысяч саженцев самшита колхидского. В Национальном парке стартовала программа по восстановлению этого вида. Самшит находится под угрозой уничтожения самшитовой огневкой. 3 марта в районе села Марьино будут высажены первые полторы тысячи саженцев, выращенных в питомники. Всего в этом году планируется высадить 20,5 тысяч саженцев самшита. В это же время деревья высадят и в образовательных учреждениях города. Помогут с этим сочинские волонтеры, прошедшие специальное обучение в научном отделе нацпарка. Я напомню, завоз самшитовой огневки вместе с посадочным материалом в 2012 году привел к катастрофическим последствиям. К концу 2017 года большая часть деревьев погибла. Было решено срочно собрать семена с уцелевших деревьев. В течение пяти лет выросли более 30 тысяч сейенцев. Сейчас они уже достаточно крепкие, чтобы их можно было вернуть в природу. Наблюдения за последний год привели к выводу о спаде активности самшитовой огневки. Посадка сейенцев – первый, но очень важный шаг. Впереди не менее 10 лет такой же работы. В Сочи сегодня стартовал чемпионат России под Хэквондо ИТФ. Параллельно проходит и первенство страны по этому виду единоборств. На чемпионате России под Хэквондо ИТФ в Сочи представлено несколько видов программы. Это поединки в личном и командном зачете, а также формальный комплекс. Медали здесь будут разыгрываться, индивидуальные и групповые. Формальный комплекс еще называют «Туль». Задача спортсменов – показать комплекс атакующих и защитных действий в определенной последовательности. Сегодня с утра на базе Центра единоборств «Югспорт» соревновались команды. Их задача не только выполнить упражнения правильно, но и сделать это синхронно. Всего на чемпионаты первенства России в Сочи приехали около полутора тысяч спортсменов из разных регионов страны. Это главное мероприятие спортивного сезона на территории России под Хэквондо ИТФ. Главное его назначение, основное, помимо выявления сильнейших спортсменов, отбор этих сильнейших спортсменов в сборную команду страны на чемпионат Европы, который пройдет с 20 апреля в Чехии, в городе Прага. Помимо комплекса упражнений, в программе чемпионата запланированы и спарринги. Это самая зрелищная часть турнира. Завершатся чемпионаты первенства 1 марта. Всего доброго и до встречи в эфире.